Всем хай, с вами Кай, и сегодня мы продолжим проходить карту 10 испытаний. Как вы помните, в предыдущей серии мы помогли вот этому вот доктору Зомб выбраться из лаборатории, в которой он был заперт из-за того, что отключили электричество, и я его, собственно, включил, и теперь им нужно проверить ещё одного мистера Гагарина, всё ли с ней в порядке, потому что он тоже был заперт. Но если вы не смотрели предыдущую серию, то обязательно её посмотрите по ссылке в описании. Но мы начинаем. Так, мне нужно сходить к мистеру Гагарину, а он был вроде как на этаже выше, и я шёл сюда, на этот этаж, через вот эту вот, что это, через эту вот вентиляцию, но мне сказал тот вот доктор Зомба, который был там, то, что лифт уже работает, и по идее, по идее, да, отлично, он работает. Собственно, поехали. Главное, чтобы он не снимался, потому что я, если честно, очень боюсь лифтов. Так, ладно, аккуратненько. Фух, пожалуйста, пожалуйста, будь всё хорошо. Главное, чтобы всё было хорошо. Открываем, открываем эту вот дверьку. Отлично. Так, выход с базой мне не нужен, мне нужен, мне нужен мистер Гагарин, или как самого его зовут? Так, окей, это у нас что? Тут у нас главный офис. Ремик, здравствуйте, вы случайно не знаете, где мистер Гагарин? Он мне написал, что заходите, мистер Гагарин хочет видеть вас. Пошлите к мистеру Гагарину. Здравствуйте, мистер Гагарин. Воу, вы, получается, всем руководите, да? Отлично. Так, проходите, присаживайтесь. Хорошо, мистер Гагарин, я сажусь. Эм, что он пишет дальше? Он пишет, вы просто замечательно тебе показали, электричество снова работает, и я знаю, что всё это благодаря вам. Учитывая вашу компетентность, я думаю, вам подойдёт работа серьёзнее, чем быть обслугой. Я вас повышаю до исследователя. С этого момента вы получаете свободный доступ к оранжевому уровню дверей. О всех своих достижениях вы должны будете сообщать доктору Зомба, напрямую. Но сейчас у меня проблема, я не могу связаться со станцией связи, они, возможно, отключены. Вот ваше первое поручение на новой должности. Оденьтесь и выйдите в космос. Что, блин? Какой нафиг космос? Посмотрите, что происходит у них. Возможно, им нужно перезагрузить систему. Вы чё, какой нафиг космос, вы вообще о чём? Типа по связи или что? Мистер Гагарин, вы забыли, что я тут совсем не работаю, понимаете? Я тут вообще, меня тут сельфортировали, я тут оказался случайно. Ой, ладно, давайте так уж и быть, я вам помогу. Помогу вам опять. И да, лучше сохраните ключ обслуживания у себя, просто на всякий случай. А то вдруг сеть снова выйдет из строя, ха-ха. Ну да, смешно, смешно. Это ж не тебе придётся, да, там, работать, связываться с космосом. Эх, ладно, что же мне делать? Мне нужно одеться, где это делать? Может, где-то здесь? Нет, это, походу, его комната, его спальня. А где же мне одеваться? Ремек, ты не знаешь? Эх, Ремек. Нет, он не знает. Ладно, эм, фух, надо одеться, окей. И где же мне это делать? Вроде как, я помню то, что где-то тут была спальня, типа, вот, да, вот. Жилое помещение. Я так понимаю, тут работают все, все, кто здесь живёт, типа. Точнее, все, кто тут работает, мне кажется, тут же будут. Хорошо, и где тогда мне переодеться? Ммм, это что у нас? Покинуть ветку? Нет, не надо. Эм, что-то тут почему-то дверь открыта. Ой, извините, извините, пожалуйста, простите, я не хотел. Так, это у нас туалет, а тут у нас душ, да, как я понимаю, да. Тут у нас душевая кабинка. Где, собственно, мне можно переодеться? Непонятно, непонятно. Опа, ребята, я нашёл отделение космоодеяния. Так а зачем мне? Я что, буду идти в открытый космос? Вы что, издевательны от мной или что? Я вообще первый раз вот работаю, первый раз вижу дистанцию. Какой нафиг космос? Ладно, поехали, в принципе, окей. Окилз, посмотрите-ка, Фаркаш в исследовательской группе пополнения. Фаркаш пишет, серьезно? Не знал, что теперь мы проводим исследование по чистке туалетов, ха-ха-ха. Ты чё, охренел, Фаркаш? Фаркаш этот, блин. Заткнись, Фаркаш. Или мне рассказать всему комплексу, как ты описался из-за того, что у тебя не было с собой на ночниках. Ага, он описывался, а не писался, ё-моё, ха-ха-ха, что у тебя не было с собой ночника, когда Свет трудился. То есть ты, Фаркаш, на меня тут гонишь, то, что я тут работаю, новенький. А сам, это самое, описывался, да, когда не было у тебя своего ночника. Тут, ну, вообще, молодец, испугался, да, когда ты выбрали ману. Фаркаш, ты, конечно, даёшь, ну, ты даёшь. Так, Окилс пишет, у него сегодня не задался день, это он пишет мне. Просто не обращай на него внимания, окей, не буду, заходите в эту стеклянную будку. Блин, ну не хочу, я понимаю, что, Окилс, я не хочу, но... Ай, ладно, что с вами делать, ё-моё, ну, поехали, поехали. Ай, что ж, меня что, обрабатывают, ё-моё, какие-то частицы? Эм, что дальше? Открыли. Круто, да? Эм, оу, да, как ж круто, я... Не то, что мы видели это уже сотни раз. Заткнись, Фаркаш, вот и меня, заткнись. Эм, Окилс пишет, как видите, всё полностью автоматически, а вы, как часть исследователей, можете пользоваться этим, когда захотите. Так вот, когда вы в шлем с шлюзами будут открываться, чего? Когда вы в шлем с шлюзами, ладно, после чего вы сможете выйти наружу, где будете изучать находки и передавать их в доктор Зомба. Фаркаш пишет, ага, ага, только не сдохните там, как-то по-тупому заскнись, Фаркаш. Но он прав, не умрите, это будет плохо и для вас, и для нас. Шлюз находится напротив лифта, он также должен уже работать. Окилс пишет, главное убедиться, что на вас всё надето, так как шлюз откроется только если вы полностью в скафандре. Кстати, да, эта штучка меня полностью одела, теперь я полностью в скафандре, то есть эта штука меня одевает в космо-одежду. Ай, мне приходится, получается, иди в космос. Мне нужно идти туда около лифта, получается, там есть выход в космос, и... Фаркаш, главное, не напортачь и не убей меня. Потому что... Потому что ты очень странный, и ты мне не нравишься. Ладно, поехали. Фух, где там был лифт? Вроде как где-то в этой стороне, поэтому погнали его искать. Так, а вот и наш лифт. Это вот лифт, а это вот выход с базы, выход в космос. Ё-моё, мне, если честно, стремновато, стремненько. Так, это оно что? Эм, непонятно, ладно. Давайте открывать. А, меня девинситируют, окей. Эм, двери открылись, хорошо. Эм, о боже мой, ребята. Это станция в космосе! Обалдеть! Основная база! Я всё это время меня садепротивляла в космос! Вы чё, издеваетесь? Откуда база в космосе? Это, ой, ё-моё, тут гравитация какая-то работает. Обалдеть! И вообще это не космос! Точнее, это космос, это не луна. А что это? Непонятно. А хотя, может, и луна. Нет, не луна. Луна вон. Странно. Окей, какая-то база в космосе. Ё-моё. Там, это не... Я был вон там вон. Нет, это какая-то шахта. Я был, я бы не здесь. Фух, ребята, стрёмно. Это всё, да, очень стрёмно. Я нахожусь в открытом космосе. Это жесть. Так, ладно, окей, окей, поехали. Мне нужно... Что мне нужно сделать? Мне нужно связаться со станцией связи. Хорошо. И где она находится? Блин, космос. Обалдеть! Я всё это время был в космосе. Был на какой-то непонятной станции, космосе. Ё-моё. Фух, ладно, ладно, ладно. Куда мне нужно? Мне нужно найти станцию связи. Окей. Где же мне её искать? Непонятно. Так, тут явно не на... Тут какие-то астероиды или что это? Возможно... Да, вот это вот уже похоже на станцию связи. Либо же на какие-то солнечные батареи. Так, окей. И что мне делать? Как мне туда попасть? Давайте заберёмся повыше на эту вот гору, чтобы осмотреться и плюс-минус понимать, как мне попасть на эту станцию. Хотя тут... Подождите. Тут есть какая-то лестница. Мне кажется, что, возможно, именно станция здесь находится, а не там, давайте поднимемся на самый верх и узнаем, что там находится. Так, так, так. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. И тут ничего нет, это зашибись просто. Ух, ну что ж, получается, что у меня остаётся либо... У меня остаётся два варианта. Либо идти вот туда, либо... Что такое, я не понимаю. Либо идти вот туда. Ну, блин, ладно, окей. Давайте попробуем добраться вот оттуда. Давай, если у меня не получится, то пойдём в другое место. Так, ребята, сюда я точно пробираться не смогу, потому что здесь у нас просто какая-то огромная яма. Окей. Тут такая же какая-то штука висит. Значит, мне явно не сюда. Хорошо. А куда же? Что-то я не понимаю. Странно. Странно. Ладно, пойдёмте искать дальше. Так, ребята, вот какая-то лестница вниз. И, походу, мне сюда. Походу, это просто какая-то дорожка, которую я сразу не заметил, которая ведёт меня в то самое отделение связи. Окей, поехали. Погнали. А, адек. Как я понимаю, мне нужно вот туда. Скорее всего, да. Окей, погнали. Погнали туда. Или сюда. Ну, не знаю, давайте сначала сходим. Да, вот. Тут есть дверь, а там я дверь не вижу, поэтому погнали сначала сюда, а потом уже посмотрим. Главное, чтобы тут только не было никаких, ни мозгов, никого, потому что всё-таки это не земля. Тут мало ли что какие-то инопланетяне сейчас ко мне придут. Стрёмно, стрёмно. Ладно, погнали. Ракетный космодром. Мне не сюда, мне не нужно в отделение связи. Нет, подождите. Мне не сюда, возможно, туда вот. Давайте сейчас ходим туда, посмотрим, что у нас там. Так, тут у нас какое-то окошко, где непонятно что-то, но тут нет ни этой двери, ничего, поэтому пойдём здесь, когда берёмся повыше. Возможно, там что-то будет, потому что я тут уже что-то вижу. Это такая же какая-то, какой-то сигнал это что-ли подаёт. Какая-то вышка, которая была там, но это не то, что не нужно. Мне не нужно отделение связи. И, возможно, это вот оно. Так, мы забираемся. Да, тут какой-то спуск. Давайте сюда спустимся. Главное, чтобы я сейчас не упал, потому что, возможно, здесь уже нету этого, нету гравитации. Хотя нет, всё равно всё ещё есть, поэтому окей. Можно, в принципе, и прыгать. Так, останутся, я себя сделаю. Да, я правильно пошёл, у меня сюда. Отлично, заходим. Так, дверечки открылись. Меня сейчас будут дезинфицировать. Окей, давайте, давайте, пшикайте меня, пшикайте. Пассивки, пассивки, давайте идти дальше. Дверь, откройтесь. Что там, как говорится, откройся. Фух, я тут уже кого-то вижу, какой-то Мендес. Давайте подойдём к нему. Это что у нас? Это офис связи. Фух, Мендес. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А вы кто такой? Что-то он со мной не хочет говорить. Ладно, пойдёмте поищем у кого-нибудь ещё. Может, кто-то будет более разговорчивый. Я тут вот уже вижу какого-то шепрада. Но поговорим мы с ним уже в следующей серии, поэтому пока что всем спасибо, ребята, за просмотр. С вами был Кай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok